Перегреваешься — это опасно уже. Перегреваться нельзя, а переоглаждаться можно. Но при этом надо знать, что если ты там надо 5 минут стоять, а ты стоишь 2 минуты, то у тебя будут тогда очень большие проблемы со здоровьем. Ну то есть ты стоишь 2 минуты. Что у тебя происходит? У тебя первые два слоя прочистились, а дальше ничего не прочистилось. И представляете, вот здесь энергии воды очень много, а здесь как не было, так и нет. Возникает сильный дисбаланс. И если этот дисбаланс на блоке возник, вот блок у тебя, и ты на нём остановился, то дальше у тебя там, где блок, там будет хроническое заболевание, вспыхнет. Вот, например, у тебя блок на четвёртом слое, и ты 4 минуты простоял, на пятую не пошёл. Значит, у тебя почки отвалятся. А если ты 5 слоёк простоял, ничего не отвалится, всё будет отлично. Поэтому вот, когда мы имеем дело со стихиями, ну, нужно всегда всё делать по инструкции. Правильно, нельзя экспериментировать. То же самое, важно, ну, по грудь заходить, а не по поясу. Потому что дисбаланс здесь тоже начинается, это очень важно. Да, ну, так, да, хотя бы так, да. Нет, с руками нельзя, наоборот, руки надо вытащить, потому что они переохлаждаются. Они слабая зона в организме руки, и голова тоже слабая зона. Вот, потом баня тоже, люди как делают? Они заходят сначала в парную, сидят там, потом выходят, лезут в холодную воду. Что дальше происходит? Холодная вода выталкивает энергию жара внутри организма. И его оттуда уже не вытащишь, всё. Человек уже сразу будет больным после этого. То есть, если сначала милостивая среда, сначала воду на 5 слоев, потом в парную, потом опять вода, мы сделаем пирог такой. Здесь холод, здесь холод, посередине жар. Всё, проблем никаких не будет с организмом, никогда. Потому что весь жар рассеется на холод. Но если мы сначала жар, потом холод, потом опять жар, то тогда будет пирог наоборот. И ты приходишь, у меня был такой случай, это на Красной Поляне было в Сочи, там есть элитная такая баня, ты заходишь туда, там сразу все вокруг тебя бегают, мы тебя сейчас научим, там сделаем. Вот такое. Очень много денег люди платят, но мне заплатили как бы за эту баню, и я прихожу, смотрю, там 50 человек на одного, там, ну, все инструктора, там всякие, как бы, и они тебе говорят, так, сначала в парную, я говорю, нет, я сначала в бочку колоду. Нет, ты заболеешь, я говорю, я не заболею. Нет, ты заболеешь, я говорю, я кандидат в медицинских наук, у меня есть технологии свои. Они, да, ладно, хорошо тогда. И меня не трогают. А пришел мой друг богатый, который все это оплатил, они его затащили сначала в парную, потом в бочку, потом опять в парную, и мы с ним встречаемся вечером. Он мне говорит, что-то мне после бани всегда плохо. А я говорю, а мне после бани всегда хорошо. Он говорит, что мне теперь делать? Я говорю, завтра опять в баню, только правильную, чтобы тебе все восстановить. И я его затащил сначала в ледяную воду, он там сидел, боялся. Позвонил своему врачу, он говорит, у вас будет, у вас будет, говорит, почечная недостаточность сейчас. Врач ему говорит. Он говорит, я вылазил. Я говорю, нет, ты не вылазишь. Он говорит, ладно, я вам верю больше, чем вам. Я сидел сначала в ледяной воде, потом пошел в парную на пять слоев. Мы присидели в парную, а потом дальше опять в ледяную воду. И я говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, я сейчас не знаю, скажу вам завтра. В следующий день звонит, говорит, я так в жизни себя хорошо не чувствовал, что вы сделали со мной? Я говорю, я просто вам по науке как бы сделал все, правильно сделал. Поэтому всегда все надо делать правильно. Изучайте методичку на сайте rosnov.ru, раздел материалы. Там есть методическое руководство по ЗОЖ. И все правильно там по инструкции делайте. И тогда вы всегда будете здоровыми и счастливыми. С гламиром нефритом можно стоять в воде? Можно, а почему нет? Вот вы все с позиции болезни рассматриваете. А я все рассматриваю с позиции психического тела. Ну вот допустим у вас гламиром нефрит. Что это такое? Это у вас на четвертом психическом слое. Есть блоки, которые мешают вылечить почки. Вот что такое гламиром нефрит? Это значит у вас хроническое лечение почки. Это то же самое, как вы ремонт в квартире делаете. И стройматериалов не хватает, денег не хватает. И у вас хронический ремонт. Это не значит, что у вас больная квартира. Она недоделана. Точно так же почки, они не больные, но недоделаны. И если вы начинаете их делать, то есть начинаете блоки прочищать, у вас энергия пошла в организм, почки дальше начинают ныть. Вот что такое ноют почки? Ну, ноют, лечатся. И они вот у вас, почки будут лечиться 4-5 месяцев где-то в вашей ситуации. Вы все делаете. Вы делаете вода, статика, динамика, пост. Все делаете по методичке. Хорошо. Если вы, допустим, боитесь, можете не обязательно в ледяную воду садиться, сможете 28 градусов, 70 минут сидеть. Но выпускаете энергию в организм. Какой результат? 4 месяца почки лечатся, и потом они вылечились и никогда не болят. Все. Мне просто стремилось, когда 5-я стадия, терминальная, уже последняя. То есть не важно, какая там стадия. Чем выше стадии, тем мягче надо делать лечение. Вот, допустим, если у вас совсем такая стадия запущена, тогда 2-3 месяца воду никогда не повышают. То есть делать 28 градусов не понижает смысл. Делайте 28 градусов 70 минут. Это самое, ну, самое высокое среди низких. Вот, и все. Вот так вот делаем. Понимал. Хорошо, спасибо. Ну, что это за поле? А? Красная волчатка — это на пятом слое психическом поражении идут. Это динамический блок на пятом слое и негативный тонус, токсины на пятом слое. Но у вас еще и статика на пятом слое тоже. То есть все это идет в нервную систему. Между пятым и четвертым пятым слоем болезнь глубоко находится. Ну, то есть вот это болезнь жара. То есть почему вам было так тяжело? Потому что энергия воды в организме иссушена. Энергия воды иссушена. Значит, вы, если статические упражнения делаете, у вас перенапряжение. А если вы делаете заразие в ледяную воду, то у вас сразу переохлаждение. Почему? Потому что не хватает энергии воды в организме. И она плохо входит в организм. То есть вам надо... Вот почему вас стрясло? Потому что у вас каналы, связанные с энергией воды, они не натренированы. Вода не заходит в организм. И вы боитесь воды все время. Вот. Надо в воде находиться и натренировать себя. А если воду запускаете в организм, то надо еще и статические упражнения делать. Потому что иначе не усваивается вода. Тогда будет воспаление в организме. Ну, то есть если все по методичке делаете, тогда ничего не надо объяснять. Все понятно. Потому что все вы делаете правильно. Если на рейтинге пытаемся, обязательно... Вы сря так ее подвинули. Потому что меня... Ну, затылок люди смотреть не понравятся. А? Что? На 20 метров подвинули. Ну, тогда вот затылок люди будут видеть. Где вот стояло сначала? Ну, пусть так и стоит. Дальше уже не подвинишься. А если на рейтинге купаемся, обязательно купаемся? Да. Если вы в холодной воде купаетесь и сидите на 5 слоев, то вам надо обязательно потом согреться. А потом обязательно охладиться. А где? А если мы ходим... Она очень сильно запрятана. Ее найти очень сложно. Там сначала надо в 39-е царство зайти. Там будет дуб. На нем сундук висит. Из сундука там птица вылетит. Потом птица яйцо. Там яйцо иголка. Там в иголке методичке. Ну, а так очень просто. Если хотите другой вариант, то это на сайте teresnov.ru в разделе материал. Там есть сверху разделы. Материалы. Меню. Да, меню сверху. Да, материалы. И в материалах там методичка позорших. И чтобы вы ее прочитали, мы сделали за пожертвование. Это такой психологический чисто прием, когда люди просто скажут, что они забывают. А если они рубль отдали, они думают, блин, я рубль отдала, надо почитать. Ну, чисто такой, это, ну... Еврейский ход. А если не птица воды, то холодный дни не может птица? Нет, это уже будет динамика чиститься. Это прану, вы засасываете прану в организм. Вот когда в воде, вы энергию воды засасываете, а можно засасывать энергию воздуха. Я когда в Казахстане был, там есть Актюбинск, или Актубе сейчас они назвали, Актубе такой город. Был Актюбинск. И там меня привели в баню, в баню, в ней, ну, вода 22 градуса там была, что-то мне показалось теплой, ходилось поколоднее. А на улице минус 22, минус, по-моему, или 20, или минус 22, что-то такое было. И мы просто в одних шортиках надели варежки, шапку и на ноги ботинки, ну, такой не ботинки, а резиновую обувь, и на улицу встали, вот, раздетые. За 20 минут прочистили все 5 слоев холодным воздухом. Да, там, потому что замерзают только руки, голова и ноги, больше ничего не замерзает. И мы простояли 20 минут, потом пошли в парную. А потом закончили водой. То есть, ну, это чистка воздуха уже будет, потому что ты, когда бежишь, ты воздухом наполняешься. Но когда ледяной воздух, вот сейчас холодно, когда минус 3 мы бегали вчера, когда бежишь, то в это время в тебя и воздух заходит тоже, он заходит через дыхание холодное. В тебя воздух заходит, и одновременно ты его расходуешь, и идет очень сильное усвоение праной энергии воздуха. Все, кто побегали, они такие, вау, им хорошо, у них много-много энергии, они наелись природой. Потому что человек должен есть два вида питания у человека. Первый вид питания это химические вещества, которые мы едим с продуктами питания. Это вторичное питание. Почему вторичное? Без энергии природы оно не усваивается. Все эти химические вещества, там люди жрут железо, чтобы они имию вылечить. А у них не хватает энергии природы. И они могут прямо уже с магнитами ходить вот так все в железе, но оно все равно не будет усваиваться. Потому что чтобы оно усваивалось, нужна энергия природы. Поэтому люди разучились кушать энергию природы. Раньше люди все на природе жили. Даже если у них был домик какой-то, они все равно в основном большую часть времени проводили на улице, потому что домик маленький был, там было тесно. только поспать. Ну, так жили люди. И они поэтому их жизнь выталкивала на природу. И они поэтому были здоровыми, потому что им надо было постоянно на солнце быть, на воздухе быть. Иногда поститься, потому что не было пищи. И они были счастливы, потому что они жили правильной жизнью. У нас нет воздуха, нет солнца, нет воды. мы истощаемся, у нас мы в голоде живем, у нас не хватает энергии в организме, хроническая нехватка энергии. Мы живем в голоде постоянно. Этот голод дает раздражительность людям. Раздражительность это нехватка энергии воды, поэтому нужны психологи, которые постоянно будут успокаивать. Сейчас даже такой метод психологии есть, когда человеку ничего не объясняют. Им просто поддакивают, говорят, да, да, рассказывают. И все, и он потом рассказал и пошел. А зачем это нужно? Просто выпустить пар. Этот психолог, как он громоотвод, короче. Просто слушает. А? Слушает. Что? Слушает, в основном, психолог. Слушает, да, громоотводом работает. Все дерьмо в себя впитывает. потом сам болеет, да. Вот. И как один американский фильм был, мужчина как бы такой работал, тоже слушал всех, а потом в бассейне плавал, плавал, плавал там. Это реально так идиот происходит. Если ты в бассейн не залезешь, ты сдохнешь просто потом. Вот. И те, кто больше обмен энергией человеческих людьми, ему больше надо энергии природы. Я больше взаимодействую с природой, потому что у меня сильный обмен идет. Но у вас тоже есть обмен. Энергию природы надо всем кушать, понимаете? Всем кушать ее надо. А у вас даже нарушен способ питания, вы не можете кушать, потому что у вас, ну как бы, вы почти долго не ели, и у вас из-за этого да не это. Вот. Вы долго не ели, и у вас как бы, вот знаете, когда человек долго голодал, он покушает и много съесть не может, потому что у него истощение, органы пищеварения уже не переваривают ничего. И поэтому вот такая проблема. Человек заходит в воду и трясется. Почему он трясется? Потому что организм не всасывает, не может всосать эту энергию. То он тряска заканчивается, значит, уже начал всасывать все, у него наладилось все, восстанавливается. А бывает, тряска не заканчивается до конца. Значит, ослаблен способ, способ подачи энергии ослаблены организмом. Организмом. Вот. Таким образом, пациент был скорее мертв, чем жив. Понимаете? Доктор, я жить-то буду вообще? Я бы вам не советовал. Энергии нет, как жить. Поэтому есть врачи, это которые врут. А есть доктора, которые лечат. Нужно врачи что делают? Они говорят, на солнце нельзя, тебя перегреет, на воздух нельзя, в воду нельзя, там будешь бегать нельзя, ходи только потихоньку. Ничего нельзя, короче. Почему они так считают? Потому что во-первых, они не понимают, что энергия природы нужна человеку для здоровья. Это мало кто сейчас понимает. Люди вообще не знают об этом ничего. Они понимают, что человек питается этой энергией, надо ее кушать, иначе он будет больным, у него психическое тело будет страдать. Они поэтому говорят нельзя. Почему? Потому что они видят результат. человек вышел на воздух, постоял, он боится воздуха, его уже напугали, врачи сами напуганные воздухом. Он вышел на воздух, побыл на воздухе какое-то время, потом раз чувствует холодно, и он думал, вот это я уже заболеваю, и бежит сразу домой. Что берем психическое тело, что там происходит? Он чувствует холод, а там блок. Блок не пробил, побежал домой, заболел. Энергия скопилась, не пробилась, а надо что делать? А надо дождаться, когда тебя расслабят. Нельзя выходить раньше, чем расслабил. Даже моржи, вот когда они в прорубе, они говорят, ты не вылази, пока тебя не расслабят, иначе ты заболеешь. они знают все это. И когда в Самаре начинал в ледяной воде купаться, мне было 18 лет, мне сразу сказали, сиди, пока не расслабь. Расслабло, вылазь. Но они тогда не знали, что надо такое-то число времени, но по крайней мере, какие-то элементарные азы я усвоил тогда. А если тебе холодно, и ты вылазишь, значит все, заболеешь. Но если ты на пять слоев просидел, и тебе трясло, то ты все равно не заболеешь, потому что болеть нечему, все прочистилось. Как почувствовали, что расслабилось? Я сегодня доходил, мне нормально. Я не почувствовал, что меня расслабилось. Если вы не почувствовали, что плохо, значит у вас все нормально, там работает все. Но вы чувствуете себя сейчас хорошо после пробы? Ну все. Просто бывают люди, которые вот так сильно трясет. нет, когда после пробы вас трясет, это нормально, пробы не трясет, вышли, потом мерзнуть начали, это нормально. Пробе трясло, пробы трясло, пробы трясло, и дома трясло. Когда вы порежали в горячей воде, нормально, значит видите, у вас слабая возможность всасывать энергию воды, у вас резервуатчик маленький, вот бидончик может быть три литра, а у вас один литр. Не помещается энергия воды, потому что уже истощились вы, мало контактируют с водой. Резервуарчик маленький, понимаете? Вот у нас Вероника смеется, потому что у нее большой резервуарчик. Я в Москве пробежался, и мы побежали сразу купаться в прорубе, прямо на улице и побежали в прорубе. Прорубь тоже на улице, там просто раздевалочка такая, там тоже минус в раздевалке. Просто, чтобы ветра там не было, ничего, раздевалочка такая. Разделись. Пока мы раздевались, Вероника залезла в воду и просидела там опять слоем. Потом я зашел, залез в прорубь, такой сижу, поворачиваюсь, смотрю, Вероника рядом. Я говорю, ты что залезла второй раз? Она говорит, с вами захотела постоять. Видите, у нее есть такой резервуар, она на два раза залезла, и нормально вообще проблемы. Я знаю, это сколько проблем? Ну вот 5 градусов сегодня было, это 5 минут в этой воде, а 0,8 градусов у меня было 4,5 минут. Все в методичке есть. 0,1 минута это 1,0, да? 13 минут это 1,0. Все в методичке есть. Я не буду вам еще объяснять, это все по-разному. Чем выше вода, тем дольше стоять. Я когда мы в Дубае стояли, был 31 градус вода, мы стояли 2 часа 5 минут, чтобы на 5 слоев простоять. Чем выше, тем дольше чистка. Значит, вот на вас ногах там скопление статического напряжения. Когда будете часто это делать, все пройдет. Да, вот так вот. Но вы горячую воду садитесь потом после пророги. А наоборот садиться. Нарушает технологии. Если после надо горячее лечь. А? Нет, все тело надо горячее лечь. Горячее снова холодное? Чуть-чуть холодное, да, в конце. Если долго, если недолго горячее, то не надо, а если долго, то потом холодное заканчивает. Не долго холодное, на чуть-чуть. оплевание уже нечистка? Нет, оплевание это нечистка. нечистка. нечистка стоящих ваших нет, чтобы согреться? Ну, если вы пять слоев чистите, то надо согреваться. Если вы просто окунулись, то не надо согреваться. Если вы просто раз окунулись, это нечистка, это для тонуса. Вы тонизируете себя просто. Есть тонизирующие практики, на гвоздях стоять, бег с ускорениями, в горку ходить. Это тонизирующие, не очищающие практики. Они не дают долголетия, они дают способность более интенсивно работать. Все, мои хорошие, видите, тема интересная, вот так информация, знания, нужно просто читать методичку, там все есть. Вы ленивые, хотите, чтобы Олег Геннадьевич, а сейчас сегодня не для этого день предназначен. Мы должны сегодня о молитве говорить с вами. Теперь все вопросы по молитве, по победе над судьбой. Все, поехали. Я, Лен, включил звук, это правильно или нет? У меня там табличка. Правильно? А что, нет Ивана, что ли? Я понял. все вопросы только по молитве. Другие отклоняю вопросы. Ваш вопрос. Олег Геннадьевич, я вот по воскресенью начала ходить в храм и детей брата начала с собой брать. Правильно, вот в течение двух лет я хожу по воскресенью, читаю молитвы. Такой вопрос. Вы сказали вчера, что у меня тяжелая карма. Когда эта тяжелая карма пройдет? Сколько времени нужно? Я понимаю, что вера в Бога у меня в сердце я живу. Внутри а с чем связано? Вы говорите, с чем связано? О чем мы говорили с вами? О работе, о здоровье, об отношениях. Об отношениях. Да. С отношениями уже почти прошла. Ну, то есть, это был тяжелый период. Он длился где-то чуть больше трех лет. И месяцев пять-шесть осталось и все. Она почти прошла. Но уже лучше, чем было намного уже. Ну, эта карма связана с чем-то с прошлым, да? Всегда с прошлым связана. Вот вы плохо себя вели в прошлой жизни, очень в истерике как жили, там всех надбегали, на уши ставили и сейчас за это получили такую судьбу. Такая судьба, я вот заметила, что одни и те же ситуации не повторяются как флэшбэ, не меняется ничего. это означает, что не прорабатывайте вы карму. Но повторяться могут из-за тяжелой судьбы тоже. Период плохой идет. У меня тоже сейчас идет тяжелая судьба. У меня идет такой жесткий период, он меня прямо мощно влияет на меня, жестко очень действует. Вот. но при этом, видите, я не в стресс не впадаю, не чувствую какие-то проблемы. Я просто спокойно переношу, потому что я знаю, как правильно жить. Если ты правильно живешь, то удар, ну, когда начался тяжелый период, я, конечно, напрягся, мне было тяжело. Но при этом я спал нормально, лекции читал, все делал, то, что надо, молился, но в целом было интенсивно тяжело. А потом я привык к этой энергии, ее переваривать начал, и все, и она вообще нормально для меня. Потом все, что на меня напрягло, все преодолел я, все победил, все трудности, ничего не сломалось у меня в жизни. Спасибо. Я вообще услышала все ваши слова и прямое действие. По молитве вопрос? Ну вот, мужчина. Здравствуйте, Олег Гимнадьевич. У меня вопрос молитвы. То есть я православный человек, но мне сложно читать молитвы православные, потому что вот это бормочение очень и сильно не все. Я это не понимаю. Вы сейчас совершаете оскорбление. То есть когда мы говорим, вот этот вот чувак там на человека, это не так страшно. А когда мы начинаем вот это и говорим про молитву, то это очень опасно для жизни вообще. То есть никогда нельзя оскорблять молитвы. Допустим, если вам не нравится какая-то молитва, ну не читайте ее, никто не заставляет. там в принципе церковно-славянский язык вызывает какой-то наград. Это ваши проблемы. Вот любой язык, он священный. Его не надо оскорблять. Если на этом языке ведется богослужение, значит в этом есть какой-то глубокий смысл, который мы можем не понять. Но когда мы всегда имеем дело с духовной практикой, всегда мы можем много чего не понимать. Но есть два вида отношения. один вид отношений не суди, ну как бы это не твое дело. А второй вид отношений это я начинаю пендриваться. Ну вот как бы ладно, сейчас это сейчас такой анекдот очень смотрите все очень просто. Вот представьте себе допустим вы осудили правительство и вас на 10 лет тюрьму. Вы будете судить? Будете? А? Про себя? Про себя? Ну вот видите то есть вот если бы вы знали насколько опасно судить молитву, судить святых людей, тогда бы вы даже про себя не повторяли. Я просто как пример привел. Просто поймите такую вещь мои дорогие друзья. Если вы будете осуждать веру хоть какую-то вообще никакую не получите. Богу это не нравится. Бог эта личность ему не нравится когда святое его святое кто-то судит. Но вы допустим эту молитву не понимаете. ну допустим есть очень красивая девушка ее вот какой-то парень понимает а другой парень говорит да она баба яга и он едет в морду так прямо смачно ему этому парню который оскорбил его красоту его девушки ему прямо в морду за что? потому что это оскорбление так нельзя особенно если очень красивая молитва это святая вещь вообще она не просто очень красивая она святая и есть даже люди которые здесь имеют к этой молитве которую он произнес чувство вот поднимите руку у кого чувство сильное к этой молитве вам понравилось когда человек вам понравилось как человек сказал? не по себе стало это называется оскорбление видите вы чувство людей оскорбить поэтому когда мы имеем дело со святостью никогда нельзя плохо говорить даже если хочется если вы допустим хотите читать молитвы просто на русском языке никто не запрещает у Бога вообще нет этих проблем то есть канонические в церкви могут запрещать потому что они так хранят веру они так хранят веру это надо если ничего не запрещать вера разбавится и каждый что хочет делать каноны все равно нужны иначе все разбавится размоется и потом все забудут вообще зачем это надо как это приведу пример в Индии в одном святом месте там в определенный день в году там есть такой холм священный Гавардхан и вокруг него в определенный день в году все бреются и ходят вокруг него вот по кругу один день все женщины мужчины все бреются на лыс и им проходит вот так и я спрашиваю почему они говорят это день лысой головы да не может быть я думаю причем Бог или лысая голова бред какой-то и я начал изучать эту тему оказалось что в этот день один великий святой 500 лет назад которого звали Санат Нагасвами это очень великий святой вот он в этот день принимал отречение от мира и он когда принял отречение от мира он обошел вот этот холм и сначала обрил голову и обошел этот холм а так как этот святой был очень сильно любим всеми все люди которые его знали начали делать точно так же в этот же день как знак любви к этому святому а потом все забыли уже зачем это делать и они просто начали тупо бред голову как бы и обходить Это опасно, когда мы забываем, поэтому нужно всегда все делать по канонам, пытаться понять зачем, помнить все, иначе будет дурдом просто. Там три раза стукни, пять раз хлопни, поверни голову, там, там, и зачем, непонятно, просто вот мы так делаем. Поэтому очень важно иметь канон. И почему на древнеславянском? Потому что язык же меняется, а люди религиозные говорят, а мы не хотим менять правила священные. И они остаются тот же язык, на котором началось, все так и остается. Но молиться Богу можно на любом языке, вот на каком хотите, хотите на русском. Бог знает все языки, все любит, Он любит нас все. И поэтому ты говоришь, Господи, спаси меня, я Тебя так люблю, я Тебя славлю, мой Господь. На русском, допустим, вы молитесь, и Ему нравится. И здесь нет противоречия. Вот, допустим, вы говорите, я не хочу на украинском молиться, как бы, ну не молитесь. А украинцы хотят на украинском, это их язык, им нравится. Или я не хочу на греческом, я не хочу, допустим, на китайском, как, на китайском. Они, отче наш, на китайском Олег Геннадьевич читают, но они китайцы читают на китайском. Чего тут такого? Не надо ничего сравнивать в этом мире, это очень опасно. Иначе мы оскорбляем, то есть у Бога есть много языков, много людей, много культур, много вер. Ничего не надо сравнивать. Тебе нравится на православной вере? Прекрасно. Можешь, вот, Богу очень нравится православная вера. Если бы не нравилось, не было бы святых, не было бы Сергий Радоничский. Но ему также и католическое нравится, потому что там тоже куча святых. Ему также нравятся и другие веры. Ну все, как бы, как много девушек хороших, как много девушек хороших, как много ласковых имен. Это первая стадия развития молодого человека. Вторая стадия. Но лишь одна меня тревожит. То есть, нужно, чтобы вторая стадия была, нужна первая. Первая стадия. Мне все нравится. Значит, будет вторая стадия. А вот здесь меня тревожит. То есть, это мое сердце, здесь все. Вот эти две стадии развития человека. Сначала мне все нравится, а потом меня здесь тревожит. Это мое. Я здесь все, я люблю. Все нравится, здесь я люблю. Отлично. Это правильная жизнь. Дикая жизнь означает, человек брезгует верами разными другими. Бога единого верами. Не другими верами, а Бога единого брезгуют. Это значит, что он не понимает, что у Бога много-много направлений. Они все связаны с разными отношениями. Вот каждая девушка, почему все девушки разные? Потому что у каждой свой вкус любви. И она приучает к своему вкусу в любви. Если ты с одной девушкой развелся, на другой женился, и ты думаешь, что ее вот так надо любить. Она говорит, нет-нет, мы так не будем отношения строить. Мне так не нравится. Вот ты должен ко мне так разговаривать со мной. Должен такие цветочки мне дарить уже. Вот такой у нас будет интерьер. Все в квартире меняется. В мозгах у тебя все будет меняться, потому что я не та девочка, я вот эта. И у меня свой вкус любви. Будешь меня любить так, как мне нравится. Так у Бога тоже много вкусов любви есть. У людей к Богу. И каждому человеку Бог дает свой вкус. Он приходит так к нему, как человеку нравится любить его. Но нравится, что Бог такой сострадательный, что Он свою жизнь ради людей отдаст. Пожалуйста. Вот в таком форме Бог приходит, и ты Его видишь таким. Нравится, что Он великий, могущественный, непобедимый, делает тебя непобедимым. Пожалуйста, вот такой. Тебе нравится, что Он, если всех любит, вот обожает всех, танцует, поет, все время веселится. Пожалуйста, вот такой. И не надо завидовать людям, которые любят Бога не так, как ты. Это ничем не отличается от жизни шакалов. Они тоже, знаете, если кто-то кушает рядом, они прямо аж трясутся все. Им хочется, чтобы они только кушали, и все остальные как бы им трясет их, если они видят, кто-то кушает другой. Даже шакал один кушает, другой не кушает, его трясет, даже если он сытый. Это называется зависть. То есть человек не хочет, чтобы кто-то был счастлив рядом. Да? Скажите, пожалуйста, я молюсь, хожу в саду, но никак не могу с собой детей уговорить пойти. Не надо их уговорить. Вот она может, даже дочка, дойдет до храма, сходи, говорит, я постою здесь. То есть ни в какой не заход. Отлично. Это стадия развития человека. Мы, несмотря на то, что мы вечером молимся, крестимся, благодарим. Да. Все мы делаем дома, но в церкви. Ну, отлично же, вот она уже вечером молится, благодарит. Значит, она пошла на пути к Богу. Пошла на пути. Но и в этом пути есть разные стадии. Стадии есть. Одна стадия, человек дома молится, потом в следующей стадии он уже в храме молится, потом вообще он может чувствовать Господа в своем сердце. То есть насильно в церкви? В улице домо-пис. Насильно в церкви? Ну, не насильно. Даже если вы заставить, будете заставлять кушать человека, у него пропадет желание кушать даже. Хотя вот ему нравится кушать, человек хочет кушать, но если его заставлять все время кушать, даже кушать не будет. Он будет тайком кушать, когда тебя нет. Он будет кушать без тебя. Тайком будет кушать, подъедать. Ну, просто видишь, как мне в храм детей заводят, чуть ли не волну, как ты думаешь, так получается, дети левуты, они... А некоторые вообще детей как бы на гвоздики прибивают, шапочку. Спасибо. Ну, чтобы не отваливалось. Не знаю, спасибо большое. Говорят, в Казани пироги с глазами. Их едят, а они глядят. Да, можно вопрос. Леонид Иванович, подскажите, пожалуйста, как по вашему мнению, есть ли разница в силе молитвы, которую мы, например, читаем на дому перед иконой, или, например, которые в храме? Конечно, есть. И в чем разница? Есть концентрация индивидуальная, а есть общая сила. Вот сегодня у нас, я постараюсь сделать так, чтобы была и концентрация индивидуальная, и общая сила большая. Но если очень-очень святое место, там очень большая общая сила. И если там люди вместе повторяют молитву, еще и договариваются, как правильно делать, то это тогда вообще рядом даже не стояла твоя домашняя молитва. Вообще рядом. Но дома можно очень сильно сосредоточиться, а в храме, может быть, и ты не получится. Но в храме зато есть общая атмосфера, которая тебя приближает к Богу. Она дает тебе благодать, милость. Тоже за счет коллективной молитвы. А коллективная молитва – это вообще очень шикарная вещь. Это просто… Вот сейчас мы это будем делать. Даже люди разных духовных традиций почувствуют, что такое коллективная молитва сегодня. Это будет… Вот у меня есть люди, которые могут чуть-чуть хотя бы почувствовать коллективную молитву. Не так сильно, как вы. Это сейчас из Одессы люди, из Киева, из Риги, из Тернополя, из Самары, из Уфы, из Москвы. Это тоже те, которые я сейчас вижу. Они включили свои эти окошечки. А и те, которые не вижу, еще тоже онлайн куча народу подсоединилась. Почему они включаются? Потому что они скучают по вот этой вот мероприятию, которым сейчас вам повезло, пока вы об этом не знаете, что вы на нем сидите. Вот поднимите руку, кто уже участвовал на таком мероприятии. Вы понимаете, что вам повезло сейчас сегодня? Вы ждали? Ждали? Мы создадим, наверное, сейчас общий храм, совместный. Здесь будет храм. Это не храм, это просто мы поможем все вместе. Все нормально. Спасибо. Но Господь как-то правдово как-то заботится. Вот, допустим, ну как это, я не знаю, может, это случайность, я не знаю, но было минус 25, когда нам надо было побегать, стало минус 3, ветер закончился, пробежка закончилась, опять ветер, минус 15, на следующий день. Как это можно объяснить? Был один день запланирован на пробежку. Мы же не по погоде это планировали, а это по моему графику идет просто. У меня через 6 дней вот побежка. И она попала это на такой день прям. Чудеса? Господь заботится, Он очень добрый. Я, я, я когда, я когда метель была вот эта вечером, и мне сказали, мы, наверное, не побежим в такую метель, если будет, то людей сносить будет. Я говорю, ну, мы давайте не будем сейчас делать выводы, и просто это. И я ночью сплю, вот в эту ночь сплю, и думаю, неужели, а мы когда думаем, всегда с Господом разговариваем. Я думаю, неужели мы не побежим? И такой ответ мне, метель успокоится. вот если он не сказал мне, я успокою метель, он говорит, он очень скромный Господь, он говорит, она успокоится. Поэтому, когда мне утром сказали, еще не успокоилась. Я говорю, идем, как бы я, потому что знал, что в сердце, там люди уже пришли. Но когда начали бегать, ветра не было. Был такой приятный снежок, такая тишина, красивая очень атмосфера. Потом мы побегали чуть-чуть, но приехал трактор, и нам расчистил еще дорогу, мы подняли мальчиками. Господь очень милостивый. Если ты верно для Него служишь, живешь, то Он начинает открывать себя, начинает, тебе помогает в жизни. Он обязан всегда помогать, понимаете? Он обязан всегда помогать. Деньги заплачены, где услуги. Я молюсь, не всегда мне помогаешь. Он вас воспитывает. Вы же не знаете, в чем помощь заключается. Вы думаете, он мне не помог вот здесь вот, а Он вам помогает. Вот вы, допустим, вы очень, вы очень, очень эгоистичны в отношениях. Навязываете свою волю сильно близкому человеку. Господь вас разлучает из-за этого, чтобы вы стали смиренными. Смиренными. Как это сделать? А? Как стать смиренным? Вот, сегодня надо молиться, учиться через молитву, через контакт с Богом. Вы, когда с Богом контактируете, Он смиренный, вы становитесь смиренным. Через контакт это происходит. С кем поведешься, того и наберешь. Так, по молитве вопросы, Ваш вопрос. Мы здесь слушаем голос Святого и повторяем Аллилуйя, например. Ну, просто человек искренне поет молитву. Да. А дома я включаю вот это звучание и, например, читаю Живые помощи или Богородица. Отлично. И я подряд читаю, ну, вот я, например, чувствую, что мне надо два часа. Да. Я вот читаю подряд, 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 без остановки, без перерыва. Прямо заметила, что вот два часа буду читать, да? Угу. Вот это правильно и это только с утра. Правильно, почему нет? Ну, у меня просто как не укладывается, как будто что-то я неправильно делаю. Почему неправильно? Не знаю. Вам нравится? Вы счастливы? Есть разные настроения, например, вы читаете Живые помощи, псалмы читаете, вы в это время это процесс познания включаете. Вы изучаете, что такое чистота, красота, вы изучаете ангелов, рай. Это процесс познания, когда вы прославляете то, что достойно прославления. А есть процесс победы над судьбой. Процесс победы над судьбой это долбить в одну точку. И точка это очень простая. У нас есть точка такая между благодарностью и ропотом. Когда мы в ропоте живем, мы под грязью судьбы находимся. Когда мы в благодарности живем, мы находимся, побеждаем судьбу. И вот перевести себя из ропота в благодарность очень-очень трудно. Это трудный процесс. И в это время человек искренне повторяет. Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Он переводит. Он повторяет одно и то же. И это называется молитва побед над судьбой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Все. Я хочу благодарным быть. Не хочу все время недовольным быть. Я хочу благодарным, 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 аллилуйя, аллилуйя. Борьба идет за победу над судьбой. Я сражаюсь за свою жизнь. А когда ты повторяешь разные откровения духовные, это все благодать Божия, ты изучаешь мир божественный таким образом. Понимаете, чем отличается бокс от того, что ты сидишь и читаешь в классе, допустим, унылая пара, чая, чарование, ты начинаешь природу чувствовать, изучать. А есть бокс, ты просто достигаешь цели, дерешься. Вот аллилуйя повторяешь, это как бокс, ты побеждаешь. А когда ты псалмы читаешь, ты в это время изучаешь, сидишь в классе и изучаешь, что вазды 24, какой-то святой он такие качества имеет, такой-то такие. И я очень благодарен Богородице и так далее. И хочу, чтобы она радовалась. Ну то есть, понимаете, да? А аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя означает, что ты достигаешь одной цели. Идешь в одну цель направленную. И все тогда вот такое. Вот утром... Очень наш, здесь немножко промежуточный такой вариант. Ты с одной стороны сильно славишь Бога и в то же время что-то просишь. Но аллилуйя вообще-то ничего не просишь. Аллилуйя — это очень-очень древняя молитва. Это древнеевлейская молитва вообще. Она очень давно создана. До того, когда же Иисус Христос пришел. Эта молитва прямо, она четко, ну, именно вот на четках читается. Она вот предназначена для победной судьбы. И Аль-Хамдулилия тоже самое. Это одно и то же. И на других языках есть. Это на арабском Аль-Хамдулилии, на арамейском Аллилуйя. А есть еще куча других вариантов. Слава тебе Господи, прославление. И вот утренний еще ретрит за мир или включать его молиться, или самой молиться? Лучше всегда вместе. Вместе весело шагать по просторам. И, конечно, воспевать лучше хором. Лучше хором. Повторять молитву лучше хором. Всегда вместе весело шагать. Нужно. Всегда вместе. Это самое лучшее. Спасибо.